здравствуйте дорогие друзья у нас как всегда прямой эфире законе по линии сша у нас гостях нальничкальник который отсутствовал целую неделю здравствуйте здравствуйте где вы где вы были что вы делали куда ходили где вы были но я в данный в тот момент когда мы когда мы обычно разговариваем я летел в яроплане из дамаскуса в москву что вы делали дамаскусе в дамаскусе но я на самом деле у нас там было 80 лет празднования установления дипломатических отношений между сирией и россией и я там читал лекцию международном положении как как модный лектор дело в том что неожиданно оказалось что то что я рассказываю про международное положение уже 20 лет сильно соответствует тем событиям которые происходят последние месяцы назад всем казались что всем казалось что я сошел с ума десять лет тому назад не говорили ну да такой сценарий может быть но он крайне маловероятен а теперь он вот она вот она я считаю не взял здесь кушаем на канале да 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 у тебя там я так понимаю в углу меч висит шпага это это не шпага это да это это шпага это сабля 18 века французской республики французский офицеров праздничная наградная но настоящая мне мой друг подоился аукцион и купил его понятно да и вот она у меня висит а вот тут висит у меня тоже такое что у меня тут на кавказский кинжал висит с которым танцуют папы александра дюма отца александра дюма отца который как известно был генералом наполеона а а знаешь чем он был знаменит чем он мог въехать в казарму ну вот в конную там же как там там солдаты офицеры спали на втором этаже внизу лошади и они сразу так сказать спрыгивали к своим лошадям взяться за балку и подтянуться на этой балке держа коня между ног серьезный балде он был негр и могуч как ладно скажи пожалуйста что происходит в курске что вообще это происходит как вообще это можно говорить я же не могу знать секреты потому что я как только я не являюсь военным то я ничего не понимаю поэтому я могу говорить только как это произошло почему это произошло что там происходит ничего сказать не могу ну как бы очевидно совершенно что был с нашей стороны некий бардак с их почему именно бардак потому что информация вся была с их стороны это была некая авантюра то есть не дойти до курска не дойти до атомной станции шансов было крайне мало но по большому счету я я думаю что не было никаких но надежды юношей питают а результат я могу сказать значит в результате этой операции ну условно говоря да лягушку варили очень медленно в вот ее положили котелок да на огонь поставили и общем всем включая и лягушку было понятно что рано или поздно и и сварит но она могла еще очень долго там вариться очень долго может быть еще полтора года может год ну короче долго они вот этой операции резко сократили свое время жизни можно много спорить да кому это было нужно потому что мы сегодня же я думаю еще ближний восток затронем и там же то брати внимание то же самое ну как бы вот все пытаются ситуацию успокоить а вот израиль и штанов выпрыгивает ну в лице не таньях для того чтобы устроить бенз мы все понимаем что это лондон может быть и и и и за киевом лондон потому что у него там что-то там подгорает вот может быть это связано с выборами в соединенных штатах америки у меня имеется некая гипотеза которую пока проверить сложно но вот давай мы начнем с нее давай давай сейчас смотри вот представь себе что ты демиург то есть ты вот тот самый неизвестный никому мажоритарный акционер блэк-рока авангарда и так далее и ты понимаешь вот у тебя тут наемные политики вот тут наемные банкиры и все у тебя зашибись и вдруг неожиданно ты понимаешь что наемные банкиры подвели дело под жуткий обвал что фондовый рынок растет только на искусственном интеллекте и общем уже все поняли что это фуфло но еще не все но уже люди начинают понимать что это фуфло соответственно ты понимаешь что у тебя политический контроль над страной утерян и у тебя там идет драка и даже не важно может быть ты контролируешь и республиканскую партию и демократическую но между ними такая уже образовалась сколько на самом деле если ты демиург банковский то есть западного глобального проекта то тех людей которые за трампом ты не контролируешь и вот ты должен принять какое-то решение ты понимаешь байден безнадежно ты понимаешь что у тебя за байдена стоят стоят стоит твой же собственный наемный менеджмент потому что этот наемный менеджмент проворовался ну по простому скажем и он прекрасно понимает что байдену отдавать место трампу нельзя потому что трамп тупо их всех посадил все они его уже так обидели чуть не чуть не убили кстати это вот замечательный разговор обамы с этим самым как его аксель не помню кто да что типа эти придурки даже пристрелить неважно был этот разговор или не был понимаешь да это вот тот случай когда он как бы сама по себе вот это как бы утечка рождает реальность сейчас уже неважно был он или не был все поверили что он был вот ты как демюрк ты сидишь и чешешь репу потому что у тебя фактически неограниченный ресурс ты понимаешь что сейчас вот с президентом станет трамп фондовые рынки обвалится и все и жопа при этом трамп сукин сын уже сказал что типа мы будем не по 7 статье а по 11 банкротить американское государство перевожу на русский язык если по седьмой можно сменить менеджмент оставить оставив по систему то есть ты только я не помню какая из них 7 как и 11 значит ты соответственно печатаешь деньги спасаешь банковскую систему с новым менеджментом ну и как бы и ладно а народ при этом обеднеет из-за инфляции ну и хрен бы с ним но есть одна тонкость дело в том что в этом случае полностью исчезнет вся американская промышленность потому что высокотехнологичная промышленность при высокой инфляции существовать не может потому что она не может прогнозировать действие знаешь это все исчезнет и после этого соединенные штаты америки перестанут быть центром силы то есть банкиры у власти останутся и в общем им будет не так плохо потому что соединенные штаты америки перестанут быть главным центром силы на какой-то ресурс у них останется но все да после этого например мексика решит что надо бы нью-мексико и калифорнию отобрать обратно а почему нет и в этой ситуации делать а можно убрать байдена и поставить камалу харрис ну и чё дальше а чё камала харрис будет делать не плана не команды ничего нету она будет слушать команду ей дадут вот как бы мы же старый менеджмент сносим поэтому камала это может и неплохо поскольку камалы сейчас дадут новую команду который к старой не имеет никакого отношения но проблема в другом что она делать будет она не тот человек который состоянии провести какой-то альтернативный сценарий альтернатива трамповский план другая другое банкротство это мы останавливаем все финансовые рынки рушатся и мы начинаем выплачивать те долги которые остаются да это будет тяжело но промышленность остается американский народ остается ну да сносим всю финансовую настройку и куда тогда деваются демиурги убираем акционеров да убираем акционеры исчезают автоматически потому что банкротится компания она исчезает что там остается да на каждый доллар уставного капитала остается жалких 10 долларов долгов понимаешь не 3 цента активов а 10 долларов долгов а если ты отказываешься тогда ты отказываешься от всего чего делать в этой ситуации и вот у меня есть подозрение да и плюс к этому да единственный план с которым в общем все согласны это плана отжать у китая рынки юго-восточной азии и используя их как рычаг восстанавливать промышленное производство но это тоже во первых нельзя сделать при высокой инфляции потому что у тебя не будет работать даже оборонная промышленность а во вторых а этот это нужно время а времени нету и управлять этим как и в этой ситуации им пришла в голову мысль план то у нас общий менеджмент нас хреновый у трампа стопроцентной гарантии победы пока нет поэтому надо как бы харрис накачивать как гарантию а дальше надо договариваться с теми ребятами которые стоят за трампа договариваться так что ребята мы камалу сливаем вы делаете президентом трампа но трамп будет бла-бла-бла а реально будет рулить венс с венсом мы через стиля и другими способами будем сейчас договариваться о планах и весь наш ресурс мы будем на совместную работу обязательные условия понимаете ребята если вы сейчас обрушите все то у вас не не будет доллара как рычага мирового это очень сильно вас ослабит поэтому вы в этом заинтересованы да у нас острый конфликт потому что у нас разные модели вы через промышленность управляете мы через это и через технологии мы через доллар но в данном конкретном случае поражение может стоить жизни поэтому давайте сейчас договоримся а в процессе разберемся и если это так то в этом случае у англичан катастрофа потому что они напакостили настолько всем и как бы и банкирам и и трампу они достали всех дальше может быть как бы глубинное государство и не любит израиль но банкиры то они же все евреи и они конечно могут израиль не любить но не настолько чтобы его ликвидировать хотя правда в лондоне тоже евреи и они как раз готовы израиль ликвидировать и по этой причине тут еще одна тема да да давайте спасем израиль что для этого нужно договориться с ираном и вот у тебя американская делегация едет в иран с точки зрения восточной культуры ну это как ну это потеря лица ты воевал воевал с ираном почти 50 лет и направил к нему свою делегацию это полная победа нокаутом ирана но задача спасти израиль и они ирану предлагают ребята если вы не нанесете удар за Исмаила Хани то мы с вас снимем все все санкции но при этом иран конечно понимает что все не снимут туда-сюда тыр-пыр как всегда но это предмет для беседы но если иран нанесет удар то иран потеряет свое лицо а если иран не нанесет удар а вот тут вот ты ошибаешься потому что по восточным канонам любое оскорбление имеет цену если тебе предлагают вернуть там 200 миллиардов долларов и снять санкции ну согласись это круче чем какой-то там удар по какому-то израилю да тем более что Исмаил Хани это не иранец вот значит ну ирану сказали ребята а то сейчас вот придет Трамп вот туда-сюда что сделал Иран Иран нанес удар по Израилю со стороны Хизбаллы я обращаю твое внимание Израиль ничего не сказал про то что ракеты были перехвачены туда-сюда в общем весь контекст в котором это было сообщено гласит что Хизбалла попала насколько попала как попала это вопрос но попала и Иран поэтому говорит вы видели где ваши хваленые железные куполы потому что а дальше Иран там намекает ребята там были не просто эти вот трубы водосточные как у как у Хамаса там летели наши ракеты и наши ракеты вы перехватить не можете поэтому ведите себя аккуратнее я когда я услышал про предложение Соединенных Штатов Америки сказал что картина будет следующая Иран согласится не наносить удар после чего удар нанесет Нетаньяху и Нетаньяху что вчера сказал нанесем жестокий удар первыми знаешь вот эти там уши Лондона да вот лезут вот они вот они а что ты думаешь про вот эту американскую группировку и бомбардиротика перекинутые в ту сторону огромное массовое Дай я тебе скажу если речь идет о том чтобы там договориться то американцы какое-то время там нужны ну потому что есть колоссальное количество разных идиотов которые могут ну которые могут поиграться в игры да вот их надо уконтропупить вот они и договорятся кто-то же ударил по американской базе в Сирии на границе с Ираком как ты думаешь кто ударил думаешь Иран который сейчас ведет переговоры с США или или ребята которые работают на один небольшой остров рядом с его да то есть вот у тебя вся картинка она как бы складывается и в рамках этой картинки у всех тех кто работает с этим маленьким островом у них извини меня под задницей горит им надо быстро и логика в Киеве была простая если мы сейчас захватим Курскую атомную им придется пойти на переговоры а ты понимаешь что у Киева проблема они захватили 2000 человек гражданских ну там они их убили какое-то количество но какое-то захватили но их нельзя легализовывать потому что солдаты это Женевская конвенция а мирняк это терроризм то есть если ты захватываешь мирняк на чужой территории то либо ты объявляешь войну либо ты террорист вот то есть у тебя вся картина более-менее становится понятной что ключевой момент это потенциальный сговор тех элит США которые осознали что сейчас речь идет не о том кто станет царем горы помнишь мы в детстве играли царя горы и тут все понимают сегодня ты всех растолкал встал наверху через там 30 секунд кто-то тебя в спину толканет и ты проиграешь все значит это игра а когда у тебя по итогам проигравший исчезает вот тут совсем другая история и поэтому если они сговорились мы это увидим по предвыборной кампании Камала Харрис окей смотрите в Великобритании 1 августа в ряде городков испытали беспорядки право в ответ на убийство негров группы девочек танцевали школы но через пару дней все увидели как члены индо-пакистанской негритянской ОПГ быстро загнали британские вправо под лавку после чего сами стали грабить и решать конфликт между собой считает рука США Лондону в ответ вот эти вот беспорядки которые в Лондоне иду сейчас нет я думаю что это я думаю что это ответка со стороны Франции ну тех сил ну понимаешь у британцев же логика развалить Евросоюз и взять под контроль Западную Европу они там через Макронов работали да устроили эту петерастическую олимпиаду и все остальное все было бы ничего но во Франции еще имеются силы которым это не нравится в Германии уже нету то есть они может и есть но они уже ничего сделать не могут а во Франции еще есть я подозреваю что это они ну может быть с использованием ресурса американской развитики может быть вот посмотрим вот это мы мы увидим у меня же чистые гипотезы понимаешь Стив я не обладаю инсайдерской информацией да я не не являюсь агентом Кремля я ничьим агентом не являюсь как это смешно не звучит вот у меня все источники моего дохода это чисто аналитическая деятельность а причем люди которые как бы поскольку в мире все секретно ничто не тайно то по этой причине сколько я зарабатываю любой кто хочет может узнать поскольку я легально плачу налоги у меня нету нелегальных доходов вообще и в этой ситуации я как бы вот как это называется я могу только делать аналитические выводы вот почему 20 лет назад мои аналитические выводы казались бредом потому что они абсолютно не соответствовали тем процессам которые шли тогда а я объяснял что ребятам те процессы которые я вижу они очень медленные но они накапливаются знаешь копеечка копеечки 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 и вот они начали играть свою роль 10 лет назад ну уже в восьмом году стало понятно что они сравнялись с другими важными процессами а соответственно сегодня уже понятно что они начали доминировать понимаешь и по этой причине я могу делать некие выводы а дальше будем смотреть обращаю твое внимание США уже объявили когда они уходят из Ирака в 25 году если они уходят из Ирака они уходят из Сирии не ну может все поменяться когда Трамп идет нет 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 это очевидно потому что они идут туда в Юго-Восточную Азию они об этом открыто говорят мы идем туда они Бангладеш тетка из Бангладеш президент ну у меня там же подошел первый год в классе пришел начальник генерального штаба а бабушка премьер-министра бежала в Британию у меня на закрытом канале есть юмористический рассказ про историю Бангладеш там все на самом деле это 2-3 семьи между собой значит разбираются хотя там население как в России там 130 миллионов человек или даже 150 Бангладеш это же вытекает вот-вот-вот причем там еще жить негде фактически потому что это дельта ганга Брахмапутра то есть там сплошные болота ну вот и соответственно она сказала она убежала в Лондон и в Лондоне сказали что это все нехорошие американцы которые хотели себе базу в самом южном острове Бангладеш в Индийском океане а мы не дали а кто граничит с Бангладеш на востоке ну на востоке там Индия но сразу за Индией там кусочек Индии маленький Бирма а Бирма это ключевая страна сейчас потому что это кратчайший путь из Китая в Индийский океан американцы там хотели военную базу я не знаю будет у них база не будет туда-сюда но сама по себе история она же в Лондон сбежала а не в Вашингтон и не в Майяк ну да сразу ты понимаешь откуда ноги растут да то есть опять все тоже все сводится к одной единственной проблеме что есть ситуативный альянс США Иран Россия против Британии и Китая он именно ситуативный потому что при некоторых раскладах отношений России с Китаем могут улучшиться потому что Соединенные Штаты Америки предлагают титанические усилия чтобы Китай с Россией не не подружился в России принят закон о разрешении открывать филиал легенда утверждает что это сделано для того чтобы какой-нибудь там банк какого-нибудь китайского кооператива открыл свой филиал в Москве и гонял бы Юани туда-сюда применить к нему санкции невозможно поскольку его нельзя найти на карте ну какой-нибудь мелкий китайский кооператив в котором всего-то жалких там 5 миллионов человек вот ну вот и как ты его будешь искать в Китае они там один иероглиф чуть-чуть неправильно напишут и все и ты его на карте уже не найдешь а деньги ходят туда-сюда туда-сюда я опять-таки я совершенно не хочу сказать что так будет я подозреваю более того идиотом надо быть чтобы считать чтобы то есть как бы я бы на месте СИБ это сделал бы еще пару лет тому назад понятно как бы вот мы совершенно четко видим что есть некоторые глобальные тенденции которые уже настолько сильны что они начинают вынуждать всех участников их учитывать в первую очередь есть колоссальное количество участников которые друг с другом иногда дружат иногда воюют еще чего-то но которые не могут уже игнорировать вот эти вот объективные обстоятельства и кстати мое понимание ситуации связано с тем что я вот эти вот силы изучаю уже 20 лет для большинства экспертов эти силы взялись непонятно откуда им им бы надо заняться но но для этого надо как бы начать разбираться все отложить два-три года посидеть а тут у меня же все уже горит а самое главное начальство звонит и говорит ну скажите нам что это и они начинают нести пургу понятно вот все поэтому подписывайтесь на закрытый телеграм-канал Михаила Хазина в котором я рассказываю о политических следствиях этих процессов а публичные про них рассказывать не буду чтобы не не дразнить гусей недавно в Венесуэле подошли президентские выборы попытка США устроить госпереволок выглядела в коверная дралка почему американцы плохо подготовились слушай ну я ну как бы ну абсолютно очевидно что вот у тебя тут идет значит вот Байден Харрис покушение на Трампа возможности обвала еще чего-то и где-то там в Венесуэле чего-то там значит демиурги говорят какому-то там человеку в ЦРУ разберись тот вызывает какого-нибудь отставного полковника и говорит ты же там разбираешь сделай что-нибудь вот тебе бюджет что-нибудь да вот он что-нибудь сделал значит теперь его вызывают на ковер и говорят это что он говорит ребят ты что вы хотите не дали вот сколько денег дали столько я и сделал а больше денег нет все ну ты что это что в первый раз что ли ты что не читал книжки про то как ЦРУ устраивало перевороты в Латинской Америке в 50-е годы в 60-е в 70-е и я тебе обращаю внимание что тогда противником был СССР великий и ужасный но теперь Россия Китай Иран между прочим уже там влез по уши я тебе могу уверить что та часть которая касается иранской разведки она крайне эффективна про китайскую ничего сказать не могу российская там имеются эффективные части но не все вот так поэтому тут как раз все понятно а поставить туда нормального человека невозможно потому что все заняты серьезными делами вот этими тектоническими сдвигами это типичный совершенно пример когда некая тема стала главной и все начинают заниматься ею а соответственно всяких мудаков извините направляют вот заниматься всем остальным но они вот и работают как умеют другое дело что те которые осмысленные люди у них тоже ничего не получается но этих не получается потому что они с этой темой никогда не сталкивались они не видят этих тектонических изменений они их не видят смотри теперь можно смело сказать что Китай давай про Китай поговорим в этом году появилась большая слабость в Юго-Восточной Азии руководство Китая так и не осмелилось самостоятельно вводить войска на помощь хунтерманьям Николай Вавилов говорит что они не хотят самостоятельно делать без российских ЧВК что ты по этому поводу думаешь почему СИ так и не решительно ведь это стратегически важен для Китая идиот зачем Китай ждет русской помощи в будущем если могли бы самостоятельно править страной Мьянмэк это как раз Бирма против которой американцы военную базу хотят сделать Стив китайцы за последние тысячу лет не выиграли ни одной войны понимаешь это наводит на определенные размышления это раз два войти ввести войска в Бирму можно что ты будешь там делать дальше ты понимаешь что Бирма это часть золотого треугольника понимаешь что если туда ввести войска они через три месяца ну через полгода начнут заниматься куда более интересным делом чем ввести военные действия а именно по торговле опиум ну Стив ну ты-то должен это принимать ты же знаешь ты же знаешь как это устроено ну хорошо ты знаешь как устроено с кокаином это не я это Зеленский знает нет Зеленский знает непосредственно а ты знаешь как человек который связан с теми кто с этим борется ты зачем в Коста-Рику ездишь так просто гулять гулять ну вот ну гулять ну вот вот теперь представь себе да понимаешь вот как бы у тебя для того чтобы решать принципиальные вопросы должна быть сверх задача вот ЧВК российские всякие вагнеры они показывают русского сверхчеловека понимаешь у них они понимают что они делают а эти что делают понятно для чего ну так ты еще не забудь что там идет война между Си и соответственно вот этими вот ребятами комсомольцами банкирами финансистами которые торгуют Соединенными Штатами Америки а представь себе что что самая боевая часть армии окажется в Бирме и к самым толковым офицерам начнут подходить и говорить офицеры же живут на зарплату а то там смотри когда если ты обеспечишь тут тропиночку то на твой счет в Майами будет поступать 2 миллиона долларов в месяц тоже неплохо тоже неплохо ты чувствуешь только сразу давай посмотрим рекламу и после этого давай частное детективное агентство в США русскоязычные детективы агентство расположено в Майами в штате Флорида наши услуги скрытые наблюдения поиск пропавших людей проверка биографии проверка персонала розыск должников и их активов проверка кредитной истории проверка бизнеса проверка недвижимости расследование киберпреступлений расследование преступлений с криптовалютами также наше агентство оказывают услуги нотариуса и помощь при регистрации бизнеса телефон плюс один пятьсот шестьдесят один восемьсот двадцать семь восемьдесят один восемьдесят два окей а жизнь начинает играть другими красками конечно другими красками смотри давай мы красивее полгода назад Владимир Патальник говорил о планах переноса одного завода норникеля в Китай а другой в Бахрейн после этого начался публичный скандал сейчас четная палата с новым руководителем начала проводить проверку целесообразности использования бюджетных средств выделенных для норникеля вопрос к вам как человеку с опыта управления власти как вы думаете зачем Патальник стал заниматься такими глупостями ведь очевидно было чем закончится это все дело это мне понять невозможно дело в том что у этих ребят прихватизаторов 90-х они все отличались двумя вещами они отличались ограниченным умом и неограниченной жадностью понимаешь ну и все коротко ну а как а зачем Дерипаска начал объяснять немедленный мир установить а вот Дерипаска в Японию дала интервью где назвал СВО безуми еще необходимо заканчивать войну ну ему надоел статус олигарха слушай ну я не знаю вот я не знаю внутри ну представь себе что Дерипаске кто-то позвонил кто-то кому он не может сказать нет и сказал Дерипаска надо сказать вот так сейчас вот мы уже все берем Курскуат и все тогда у него большие проблемы должны начаться ну вот ну ты уже думаешь они начнутся только другое дело что как там объяснял Дон Корлеоне он говорил замечательно совершенно вместе это такое блюдо которое подают холодно поэтому я могу тебя уверить что Владимир Владимирович Путин все запомнил смотри на национальная новость в телеграмме клуба улица правда почему президент и правительство генерируют срыв проекта развития гражданской авиации слушай ну потому что соответственно занимаются этим люди которые ну как бы та партия 90-х которая вообще считает что развиваться России не нужно это вредно вот они пытаются остановить любые программы развития вот и все я сообщаю такой саботаж идет смотрел за 20 лет провалились почти все попытки открытия заграничных филиалов российских вузов хотели это делать и ничего не получилось кто-то саботирует постоянно ну разумеется конечно в том нет там еще есть и противодействие британское американское а там где они есть у них специфические программы например в программах по истории написано в Средней Азии написано что Российская империя и СССР колонизировали Среднюю Азию хотя там и близко этого не было то есть колонизации там не было ни в одном глазу в СССР эти республики были дотационные то есть они получали больше чем оплатили федеральному центру вообще в СССР были только три республики иногда две которые отдавали больше чем получали это были всегда СССР Российская Федерация и Азербайджан и иногда Белоруссия все остальные включая Украину получали больше чем отдавали они конечно в это не верят говорят это вранье мы 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 кормили ну вот мы мы видим до чего Украина дошла за 30 лет самостоятельной политики кстати нам задали вопрос еще вопрос сейчас парень готовит сейчас смотрит наши программы помогая с вопросами он из Словакии вот он пишет у нас в Словакии существует высокий риск организации смертной революции во второй половине этого года важную роль в этом может сыграть украинская диаспора Михалин что вы об этом думаете вот сейчас за вопрос ну я я обращаю внимание что попытка остановить нефть нефть а газ через Сунжу это же весьма возможно попытка лишить Венгрию и Словакию российского газа в расчете на то есть я не исключаю что это все совмещено более того я уже говорил что есть колоссальное количество информации по поводу того что в России готовится на сентябрь когда будут выборы оранжевая революция так что тут все не просто ну да в общем всегда все непросто посмотрим посмотрим что будет окей ну а что мы еще ну мы я хочу сказать что посмотрим что у нас будет в Америке сам в Америке собрался и смотрит чем это закончится и я считаю что очень маленький маленький у него очень маленький и она ее даже не упускать на люди поговорить она с уфлевыми я понимаю но ее уже показывают что у нее рейтинг выше чем у Трамп я не верю в эти рейтинги я понимаю что никто не верит но к этому как бы к этому готов она не давно от Венса сбежала в аэропорту он там где-то пытался к ее машине подойти со своей командой и она без рала села с охраны и свалила не стала ну конечно естественно потому что ей сказать нечего вот если 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 моя гипотеза верна то ее компания будет будет идти формально очень активно но в реальности она будет проседать она у него столько вопросов у него столько темных хвостов и сам не избежал и тут обманул и там обманул и это один из факторов если бы ее всерьез бы хотели сделать то выбрали бы ей более симпатичного человека но вот Трамп выбрал Венса который понятен адекватен и сам или Венс выбрал Трампа ну как бы неважно но вот они понимаешь Венс же еще потому что очень молодой ему 39 лет ну будет 40 да и при этом у него очень позитивная биография вот кто скажет что это человек который там сам себя сделал который много работал да то есть он как бы такой приятный человек во всех отношениях жена дети кто у него там жена там жена у него но по-моему там все нормально не она не американка она не американка я не знаю за этим не следил жена Венса не следил то есть она по-моему и могил бы за своей уследить это за индийская из Индии по-моему но это не важно совершенно короче говоря он к тому же не расист да ну то есть вот идеальный совершенно человек абсолютно идеальный понятно понятно ну хорошо а чем мы сегодня можем заканчивать много интересных вопросов мы ответили надо подписываться на Творфон на Фон Хазина обязательно чтобы люди подписывались что давай я произнесу некую которую меня часто спрашивают а я отвечу почему даже если вы не являетесь специалистом по макроэкономике имеет смысл читать макроэкономические обзоры Фонда Хазин я отвечу почему потому что мы живем в атмосфере тотального искажения факта то есть мы не видим даже насколько искажается потому что из всех источников нам говорится одно и то же в разных вариантах мы не видим этого ну как так эти говорят не могут же они все врать могут и по этой причине я и предлагаю читать обзоры Фонда Хазина в которых очень подробно приводится официальный не не придуманные а официальные данные которые показывают что картинка совершенно другая ну грубо говоря представьте себе да что вам вот у вас стена и на эту стену демонстрируется кино и вы сидите и смотрите это кино и не понимаете а если вдруг включить яркий свет то вы видите что это не экран кинотеатра да а какая-то вот как бы там совершенно другой вот это вот ситуация в которой сегодня живут все и поэтому я собственно и предлагаю всем соответственно заглянуть на сайт вот Фонда Микс Про в котором обзор закрыт только последние три месяца а дальше они открыты вы можете посмотреть например обзоры мая месяца чтобы понять как бы что я показываю и когда вы смотрите у вас совершенно меняется мироощущение и вы становитесь куда более адекватны а если вы более адекватны вы более защищены от тех манипуляций которые сегодня делают вот такая вот картинка ну а политические следствия вот из этих вот глобальных экономических это закрытый канал закрытый телеграм-канал обращаю внимание те кто подписан на обзоры телеграм-канал подключаются бесплатно окей большое спасибо что пришел и мы будем видеть приезжайте в гости приезжайте в гости нет нет Продолжение следует...